Девчонки колбасу доели Листья. Дорогие друзья, СМАК на Первом канале. Николай Рубцов открыл сегодняшнюю программу. А в гостях у нас семья. Целая семья. Виктор и Ольга Гусин. Здравствуйте. Доброе утро. Спасибо огромное, что вы к нам пришли целой семьей. Я прошу вас, дорогие друзья, рассказать нам, что ваша семья, а значит и наша большая семья, а мы можем называть нашу страну одной большой семьей, мы можем вот так вот попросить вас и сказать, что мы будем сегодня готовить одной большой семьей на наш завтрак или обед. Ты на центр поля? Да. На центр поля. Все, теперь понятно, как вы общаетесь с семьей, Виктор. То есть вы рабочие какие-то свои фразы в семье используете, да? Сайты бывают, все бывает. Ну что же, Ольга, расскажите, что будем готовить сегодня? Предлагаю приготовить курицу карри. Курица карри. Хорошо, ну давайте тогда мы с Виктором будем вам ассистировать. Я надеюсь, что Виктор тоже приступит к приготовлению. Курица карри. Но это не курица, вот это вот не курица. Друзья, это курица, но это курица из 2079 года. Так, где-то курица. Пока это, назовите, что это, потому что мне кажется, что это детский сон Хрущева. В вольном переводе это малышка кукуруза. Малышка кукуруза. В вольном. То есть это бэби кукуруза. Это бэби кукуруза. И я так понимаю, что бэби кукуруза... Я просила немного. Ну, ну да, поэтому здесь вот маленькая часть, а Мишок уже поехал к нашему продюсеру на дачу. Значит, ножи. Ножи, но здесь все важные. А знаете, Иван, вы праворукий или леворукий? Знаете, я, в принципе... Мне нужна свобода с левой руки. А, то есть, давайте так. Я, в принципе, могу резать любой рукой, но просто количество пальцев зависит на моих руках от того, какой рука есть. Современно освободился от меня, Оль. Виктор, а что бы, Виктору, мы предложили поделать сейчас? Я могу, знаете что, я могу помыть посуду после. Виктор, ну, то есть в готовке невозможно достичь совершенства, а в мытье посуды можно. Потому что, может, до скрипы ты понимаешь, что ты делал все возможное, и это идеально. Да, то есть в этом смысле мытье посуды как бы точная наука получается, а готовка это такая универная, где не точная. Вы знаете, а нет, вот Андрей Макаревич, это человек, чьим именем названо улицами, которые мы снимаем. Вот, и чьим именем назван флаг, под которым входит российский флот, Андреевский. Мы, он достиг точного, абсолютного, а что-то уже, Ольга, что вы уже начинаете делать? А нельзя? Пожалуйста, вы нам с Виктором дайте задание. Вы, кстати, учились в одной школе. Вот, но это не очень, нас разбросало. Вас в разные стороны кулинарии, вас в комментаторскую кабину, в чемпионаты мира, в чемпионаты Европы, Олимпийские игры, а его в пруд с гарпуном, понимаете? Поскольку у меня руки уже в курице, вот, Иван, вы можете взять помидор и перец, да, и помидор, и перец, и нарезать их звездочками. А их тоже нужно резать, потому что они такие маленькие. Ну, штучки, каждый початок, ну, штучек на пять. Это работа для Виктора. Как говорится, значит, как нужно резать помидоры, скажите, каждый дружок на пять? Как вам вкуснее. А скажите, а вы увлекаетесь каким-нибудь, вот, поскольку спорт в вашей семье присутствует в качестве работы главы семьи, вот вы сами в спорте, я имею в виду прикладном, вот, что в вашей семье практикуется? Ну, Оля в прошлом пловчиха. Так. Почти мастер спорта, почти, да? Не мастер, не мастер спорта. Кандидат. Кандидат в мастер спорта. Не мастер спорта, ну, это почетно, я считаю, что это за вами. Да, конечно. Я тоже не мастер спорта. Да, да. Присоединяйтесь. Я подмастерье спорта есть. Спорт. Есть чернорабочий спорта. Да. Вы знаете, может быть, вы меня поправите, но ваша семья у меня вызывает впечатление очень спортивный и ведущий правильный образ жизни. Хорошо кушающая, да? Ну, в том числе, иначе мы бы ни за что вас не позвали. Иначе мы бы ни за что вас не позвали. Ну, хорошо, правильно. У нас некоторые семьи мы даже не завел. Поэтому практически не ходят в театральные артисты. С семьями. По одиночке ничего, держится. Ну, а когда заходят все вместе, там... А мы хотели Нину взять. Да, у нас дочка театральная актриса. У вас дочка театральная актриса? Ну, это добрый заход. Звало ее, так. Звало. Этим летом. И взяли ее в сам хат. Друзья. Так что вот Нина Бусева. Слушайте, ну давайте, давайте, во-первых, давайте мы поаплодируем. Я прошу наших зрителей. Ура! И несмотря на то, что как бы здесь в основном присутствуют среди зрителей и поклонники МХАТа имени Горького, поэтому такие жидкие аплодисменты, человек с плакатом Доронина, моя мать здесь сидит, все равно Московский художественный театр, МХАТ, то, что мы называем, да? Друзья, Нина Гусева. То есть получается, что... Могу ли я предположить, что Нина продолжает традиции вашего дедушки даже? Дедушки, да. Да, Виктора Гусева. Совершенно верно. Друзья, поэт и драматург Виктор Гусев, между прочим, да? Вы помогите мне, я просто своему стыду, я немного знаю, но пока выжимается лимон на курицу, Ольга. Значит, ваш дедушка написал... Полюшка Поля. Полюшка Поля, киносценарий, семинарки и пастух. Шесть часов вечера после войны. Вот все это... Хлопайте вы, хлопайте вы. Я подожди-ка, у нас, знаете, у нас интересный факт биографии моей мамы. Пожалуйста. Которая на биофаке МГУ училась на одном курсе с Владимиром Владимировичем Познером. Все сомкнулось. Все сомкнулось. Я чувствую, что... И соревновалась с ним в бассейне, и я не знаю, допустим ли это где-то на Первом канале, выиграла у него заплыв. На спине. На спине. Конечно, на спине. Нет, но обувь плавят у них в спине. Не то, что нам плавают в спине, а в полном побольном спине. Обувь на спине. Нет, но никаких, да. И это при том, что Владимир Владимирович всегда плавал в ластах. Я вас поздравляю. Мне сложно, конечно, представить. У меня тоже одну из дочерей зовут Нина, но мне тяжело представить вот так, чтобы вы вообще... Вот отмечали как-то, когда Нина пришла, окончив институт и стала актрисой МХТ? Вы ходили на... убежден, что ходили на выпускные спектакли, наверное, да? Да. Ну вот... Я боюсь добить вас. Добить? Добить, боюсь. Я боюсь добить вас. В дипломном спектакле играл Миша младшество. И Миша играл в дипломном спектакле? А Миша сколько? Семь. А Миша семь. И Мишу тоже взяли в МХА. Минуя среднее образование, начальное, высшее, сразу в МХА. Более на должность завтрубать. Слушайте, а как... То есть, Миша, а вот Миша у нас здесь присутствует. Мы сейчас потом Мишу... Миша, мы вас поздравляем. Вы, знаете, вы сразу зашли в нужный день. По машинам рукой, Миша. Мы Мишу потом пригласим попробовать к нам. И Миша принимал участие в дипломном спектакле. А вы помните, Виктор, вот я хочу узнать у вас, как у... Мне кажется, что вообще, когда дочь говорит папе, именно папе, не маме, с мамой это другой разговор. Когда дочь говорит папе, папа, я хочу стать актрисой. Папу говорят разные вещи. Вот когда я пришел к своему отцу и сказал, папа, я хочу стать актрисой, это вызвало... Я в это время говорил, берегите себя, потому что я был на чемпионате мира в Германии, когда все это происходило. Это ваш трейдмарк, берегите себя. Я вернулся к тому моменту, когда я вернулся, она не поступила. Она не поступила. С первого года не поступила, и потом был еще один год напряженной подготовки, только потом она и удалось это сделать. Значит, друзья, мы на секунду отвлекаемся от удивительной биографии семьи Гусио, потому что произошло у нас следующее. Ольга порезала небольшими фрагментами куриное филе, соль, перец. Немножко лимона. Немножко лимона. Но это как-то вышло само собой. Прекрасно. Я раньше так не делала. Из лимона вышло само собой. Разогревается оливковое масло в большой сковороде. Мы порезали, Виктор порезал каждую из бэбикорн на 4, 5-4 частей помидор, перец. Все, пока все. Ну, лук. Лук. Значит, давайте я тогда быстро начну резать лук, потому что у меня что-то мне подсказывает, что лука должно быть чуть больше. А лук как? Мелко, крупно? Полукольцами. А, то есть это упрощается. Ну, в пудру его не надо. Друзья, значит, я хотел бы сейчас обратиться к нашим зрителям. У нас процесс нарезания лука начался. Все готово, все ингредиенты готовы для курицы карри. Значит, Ольга, прошу вас к супругу. На секунду вас оставляю. То есть вы все-таки хотите доделать это за меня. Просто горит. Черная работа. Горит? Хорошо, не сгорит. Подождите, не сгорит. У нас есть огнетушитель телевизионный. Это реклама на Первом канале, после которой мы вернемся. Вы знаете, что первоначально картина Василия Сурикова «Боярный Морозов» называлась «Ребята, кому что в гастрономии взять?» Простишь ли мне ревнивые мечты, моей любви безумное волнение. Ты мне верна. Зачем же любишь ты из волчьих ягод подавать варенье? Александр Сергеевич, дорогие друзья, СМАК на Первом канале. У нас в гостях сегодня Ольга и Виктор Гусева. И мы... Давайте я сразу, я врываюсь в нарезку лука. Знаете, когда один человек начал резать лук, уже не надо, чтобы другой подходил. Все-таки... Удивительно красивое вырежете. Помешать мясо я не испортил. Я не испортил. Вот расскажите мне, кто из вашей семьи что любит? И как, Ольга, вы, как хозяйка большой семьи, справляетесь вот с этими разными пристрастиями? Ну да, все любят разное. Все любят разное. Особенно Миша любит пиццу, Нина-вегетарианка. Нина-вегетарианка, как и все в Московском художественном театре. Да. Потому что... Важнее, наверное, с Юлей... Юля есть. Юля старшая дочь. Юля специалист в японском языке, и поэтому... А вот интересно, язык не в смысле язык, а язык. Да, я понимаю. В смысле язык и культура. Язык и культура. И Юля, наверное, ей близка японской кухне, да? Что ты мне рассказал? Или это совсем не знаю? Ну, мы думали, что да, но вышло, что нет. Просто все, они знают слишком хорошо, чтобы ее любить. А, да. Хватит или еще? Хватит или еще? Я думаю, достаточно. Достаточно. Да, я думаю, что все. Ведь уж ты все перевернила. Все перевернули. Я думаю, что белыми. Так, я беру. Красно-белые. Красно-белые. Гражданская война в сковородке, друзья. У нас разные люди, да. У нас разные, кстати, вот, к сожалению, да. Я, кстати, могу сказать... А вот думаю, что вопрос-то банальный задавали вам много раз, Ну, у вас в семье, кроме Виктора, футболом еще увлекается? Или это настолько... Или это табу? Слова такие, как мяч, центр поля и березутки нельзя дома приносить? Ведь стало сильно легче с рождением Миши. Сильно легче. Потому что Миша первый. Миша-союзник, да. Вы берете Мишу с собой на матчи? Ну, конечно, конечно. Собираемся сейчас начать с тем, что наша команда, любимая, начала играть неплохо. Пусть ритрю гадает, что это за команда. Давайте уточним. Да, пусть ритрю гадает. Друзья, любимая команда начала играть неплохо. Выбирайте. Видимо, речь идет о футбольном клубе Анжи. Так. А, соответственно, женская половина, не половина, а женское большинство. Ну да, она тихо терпит, конечно. Вы тихо терпите. Но играет Мишка в теннис пока что. До футбола дело не дошло. Пока что теннис. Ну, это тоже... Мы начали с легкой разминки. Виктор, а вам никогда... Я просто... Мне всегда очень восхищала профессия комментаторов. Вы стали лицом, вернее, голосом, конечно, футбола в нашей стране. А вот у вас желание комментировать другие виды спорта появляется? И можно ли, например, будучи футбольным комментатором, комментировать теннис, например? Принципы одни и те же. Просто нужно, чтобы дали немножко времени для подготовки, так освежить какие-то знания. Так что за всем следишь. А вот есть у вас какие-то виды спорта, которые бы вам хотелось комментировать, пока не получается связи с... Мне хотелось узнать, что керлинг. Потому что над ним так все смеются, как будто это что-то несерьезное. А это игра с такими вековыми традициями, с метелками. Я знаю, это замечательно. Вот я хотел бы... Я в сборной, знаете, с метелкой у меня лучше... Это бы домашняя сборная, пока. Да, там играют люди любого возраста. В Липпиаде был американец, там его 56-летний американец играл нормально. Ну что же, давайте... Процесс пошел. Процесс пошел. А давайте, насколько я понимаю, вы меня поправите... Объяснить, что происходит, или все ясно. Объяснить нашим зрителям. Да. Друзья, лук с курицей сошелся на сковородке. Назовем это так. Назовем это сотейником, в общем. Ну, можно назвать... Сотейником? Хорошо, в глубокой сковородке. Да, в глубокой сковородке. Ну, глубокая... Сотейник сотейник. Глубокая, главное, с толстыми стенками сковородка. Да. Огонь, скажите, вполне... Был небольшой, я теперь прибавила, чтобы лук до золотистой корочки... Золотистая корочка вместе с курочкой... Да, немного перца, соли... Это все там присутствует. Хватит ли нам такого количества кукурузки? Я вам скажу. Ведь класть в карри можно все, что хотите. Можете класть кукурузу, можете класть картошку. Вот. Давайте я ссыплю, хорошо. Можете класть другие овощи, любые другие овощи, какие вам нравятся. Рис из золотого, наверное, можно сыпать, да? Рис лучше отдельно. Отдельно. По-моему, наверное, не взжарится. Нет, рано еще, не гоню. Давайте-ка мы перейдем к... Это, наверное, у нас... К сладенькому, что ли? Ну, мы можем перейти. Я бы не назвал этот сладенький, я бы назвал это, наверное, вкусненькое. Боже мой, какой прибор. Бор. Это и соковыжиматель, и блендер. Вот так бы я сказал. Но мы будем использовать, я так понимаю, блендер. Виктор. Ольга. Да? Расскажите, что мы будем делать с фруктами... И, наверное, нам нужна еще папайя, да? Или это папайя, я правильно понимаю? Папайя была, в общем, бонусом, когда покупаешь чернику. Поэтому я... Да, друзья, сейчас в России идет акция. Берешь 30 грамм черники, получаешь 6 килограммов папайи. Вот это. Это моя любимая еда была на протяжении двух лет, потому что я служил в армии военным переводчиком в Эфиопии два года. И там сплошная папайя. Скажите, а военным переводчиком? То есть, подожди, а были в этот момент военные действия какие-то? Была война Эфиопия в Сомали, 1977-1979 год. И вы, простите, вы... Я выбрал Эфиопию, да почему? Простите, а ну... Ну не только вы, вы и Леонид Ильич выбрали в Эфиопию. Скажите, а вы переводили с какого языка на какого? Там все офицеры владели английским языком, эфиопский, да, не получил. То есть, вы английский языком? А смесь с солдатами немножко на амхарском. Это язык, на котором говорят в Эфиопии? Да, амхарский язык, да. Ну, есть какую-то фразу надо придумать, чтобы вы сказали. Я все не могу сказать. Я могу спросить, я могу спросить. Мисс Дехна, жена, все нормально с женой. Вунделич Дехна, дети, все нормально. Виктор, ну что же, вы... У вас биография, конечно, где просто, ну... А вы уже с Ольгой в тот момент были знакомы? Да нет, ну что бы, Ольга гораздо моложе. Так, эфиопская, с аварийского конфликта. Нет, я понимаю, что моложе, но, может быть, вы уже познакомились? Нет, тогда еще нет. Хорошо, у нас бананы находятся внутри. Мы туда добавляем что-то еще. Сразу? Я, честно сказать, вот первое вижу такой прекрасный инструмент. Да, я думаю, что он сладит совсем. Он сладит совсем, конечно. Тогда парочка бананов. Так. Знаете что? Ведь ягодами испортить нельзя. И бананами. Что ты можешь испортить бананами? Ничего. Ягодами испортить нельзя, так говорят те, кто делает наливку. Но я думаю, что да. Мне кажется, мы не испортим. То есть... Тем более, сейчас парим. Виктор, давайте я попрошу вас, поскольку вы два года с папайей служили. Бук о бок. В одном полку. Я прошу вас. Я, клянусь, я не знаю сам, что делать. Нам нужно мякоть, да? Чтобы есть, чтобы есть, чтобы есть, она режется вот так вот. Да. И потом вот. Потом вот это не естся, и это не растет, можно не сажать, не пытаться сажать. Хотя если вот с этим это вычистить, промыть и выйти на рынок, за черную икру двум людям можно успеть. Я думаю, что я, смотри, что я сейчас делаю. Я вот сюда. Нам же нужно будет это еще каким-то образом. Вот смотрите, мы вот это все убираем. Вот это нам не нужно. Да, совершенно верно. Друзья, это в принципе так же, как авокадо, да, по большому счету получается. Как опытный фёб. А вот теперь мы берем, да, и вот так, как мороженое. Смотрите, да? Да. Как мороженое. И прямо вот сюда. Да. Вот я так ем арбуз. Мне кажется, арбуз вообще... Он тема славен, что его можно есть как угодно. Ну, наверное, уже и это. Ну, все, хватит вы думаете. Ну, да. Иначе получится не питье, а еда. Мороженое. Мороженое? Да. Ну, подождите, это, знаете... Ну, это... Я-то думал, такой просто коктейльчик, а это у вас десерт прямо получается. Знаете, что... Можно без мороженого? Хорошо, я сомневаюсь. Нет, ну как это без мороженого? Виктор, это вам жалко для нас. У вас есть... Вот я, например, честно могу сказать, вот несмотря на то, что... Вот странное дело, меня показывают по телевизору чаще, чем вас. Потому что вы комментаторы, вас чаще не показывают, мы вас чаще слышим. И мне всегда казалось, что спортивный комментатор может совершенно не следить за тем, как он выглядит. Главное, чтобы голос звенел. Главное, чтобы голос звенел. Одеваюсь как угодно. Главное, кстати, не есть перед репортажем. Не есть вообще? Не есть. Корее. Потому что я такой человек добрый, по сути своей, а репортаж требует определенной степени злости. Да. Поэтому должен прийти голодным. И не пить. И не пить. Ну, не пить в смысле, не пить плохого. Плохого. Или хорошего. Ну да, ну алкоголь не пить. А скажите, вот я знаю, что американские комментаторы, когда показывают американские комментаторы фильмов. Кстати, обратите внимание, в американском кинематуре фильмов про комментаторов гораздо больше, чем в нашем. Вопросы в американских комментаторах. Мы с Олей заходим в большой молочный магазин американский, и висят портреты людей, которые там были. Там, в частности, Никсон, там кто-то еще из президентов. Но самый большой портрет, человек, которого я не знаю. Слушай, кто это? Мне говорят, что это знаменитый комментатор бейсбольный. Он важнее всех остальных. Важнее Никсона, друзья. Культовые персонажи. Вот так вот. Виктор, для нас, честно, я могу сказать честно, вот без подположа руку на Папайю, для нас вы тоже важнее, чем Никсон. Спасибо. Кстати, про Папайю. Вы знаете, когда Никсон был президентом, каждый день летал специальный самолет за свежей Папайей в Латинскую Америку для президента? Вы шутите, мы так закольцевали тему? Серьезно? Серьезно, да. Никсон... Очень полезно. И самый главный скандал в отргейском деле, конечно, это было когда... Из-за кослок. Использование государственных ВВС для насыщения собственной вот робы Папайюшкой. А по смете это проходило, как помощь... Как черные краски. Помощь латиноамериканской. Нет, по смете это проходило, как обмен группами танцевальными по самбо и ча-ча-ча. Обратите внимание. А это фиксируется как-то или просто... Это не фиксируется. Ну и не надо. А как же кукуруза? Кукурузу мы добавим кукурузу. Ну ничего, ты знаешь... Значит, лук, курица, перец, помидоры уже все находится вместе. Томится. Оно там томится. И это должно томиться. Я, знаете, Оль, я пока поставлю все-таки в морозильник, потому что мне кажется, что... Я сейчас возьму этот свой прибор. Все, давай накрою. Все, все, все. Ну что ж ты все. Так, друзья, на секунду вас оставлю. Ольга Викторгусева. У нас на кухне готовится карри, курица с карри, готовится десерт с папайей, ягодами, мороженым и прочим. У нас короткая рекламная пауза на Первом канале, после которой мы вернемся. И вы узнаете, что тостер в переводе с эврита означает, друзья, к сожалению, тамаду задержали на таможне. Скажите, а что это Елеонора Павловна так себе странно в овраге ведет? А вы знаете, она после каждого второго шашлыка вспоминает, что когда-то была кандидатом мастера спорта по художественной гимнастике. Антон Павлович Чеков, попрыгунья. Дорогие друзья, смак на Первом канале. У нас в гостях семья Гусевых, Ольга Виктор и курица карри, которая пока еще не карри. А на каком этапе добавляется карри? Сейчас. Вот сейчас. Значит, что мы делаем? Мы берем карри. Так. Можно всыпать прямо туда и потом вливать немножко воды и немножко молока. Косового, рисового или простого. Так, у нас такое? У нас сливки, потому что вода. Добавим горячей водички. Горячей водички, чистой. Ой. Ух. Так, сколько? Много. Лучше так вот распределяем, потому что все равно мешает потом. Вот так. Ну и вот скажем, пока вот столько и посмотрим. Может быть еще парочку. Так. Вот, немножко сливок сверху. Немножко. Так, обозначку. Так. Все? Вот так. Да. Некоторые добавляют. Вернее, некоторые. Ну, по восточным рецептам, наверное, идет имбирь, кокосовое молоко. Имбирь, кокосовое молоко. И прочее, прочее, прочее. И рисовое молоко. И рисовое молоко. И зира, и куркума. Дело в том, что, видите, все-таки он поклонник такой умеренной русской кухни. Умеренной кухни. Умеренной. С умеренной. С котлетой, да. С котлетой. С котлетой. Соответственно, большое количество специй не приветствуется в вашей семье. Ну, скажем, я не хочу пробовать. Вернее, я хочу пробовать, но я не решаюсь. Я просто привык к умеренному русскому футболу, который, так сказать, такой, назовем его пресноватый. Не карри. Он не карри, не особенно резкий. Потому что можно было бы добавить перец, чили и все что угодно. Чесночка. Виктор, а какие вообще у вас, я вам все вопросы даю, но у вас ощущения. Вот, смотрите, уже и тренеры-иностранцы пришли, уже и игроки подтянулись. Играть в иностранных клубах, и в каких, о которых не мечтали, зарплаты, слава богу, позволяют. Приезжают сюда, играют в наши лиги иностранные великие игроки, которые могут подать пример, делиться опытом и личными вещами, одеждой. Скажите, ну когда же? Ну, конечно, хочется сказать, 2018 год, мы дождемся. Но у меня последнее время такие мысли посещают, что все-таки с генетикой что-то не то, с футбольной генетикой. В хоккей-то играют, понимаете, на лыжах бегают. Может быть, мы северная страна? Вот смотрите, а при этом, например, сборная Швеция, ну, тоже с футболом-то не так плохо, правда же? И с хоккеем-то уж совсем. В Финляндии, да, тут, как говорится, с футболом. Посмотрите, вот как начались разговоры, и Ольга ушла. Там очень жарко. Для этого надо ехать на просторы и искать мальчишек, которые сейчас серьезно говорим, искать, искать, искать. А ищут бразильцев на Капакабане, уже не мальчишек, а солидных таких животных. Ну, просто пожилых мужиков. Любой, пусть бразильец, любой. Просто берут фамилию, а Карнус садись в машину. Все, поехали, раз, в Анжи, все. Понимаете? Я с вами совершенно согласен. Значит, все-таки, с самого начала детские школы, хорошие площадки, дворы, газоны, парки, много мячей, все играют. И тогда, а до 18-го года, как говорил Троцкий, еще есть время. Это лозунг, это лозунг. До 18-го года, перед 18-м годом еще будет 17-й, друзья. Мы теперь будем взывать об этом. Вот она, да. Так, значит, все. То есть, по большому счету, все, Оль, да? Пусть оно немножечко проникнет. Проникнет друг к другу. Значит, ну, там минут, наверное, 10-то уж можно, да? 5-10. Да, да. Значит, друзья, а мы тогда, в свою очередь, перейдем вот к этому блюду. Да, весело. Значит, у нас есть ягоды разные. На самом деле, любые могут быть ягоды, правда же? Любые, любимые. Любимые ягоды. Любимые сезонные. Любимые ягоды. Даже замороженные. Да, банан один, папайя. Что дальше? Дальше. Голубика черника. Голубика черника. Сезонная, да. Мороженое. Это немножко мороженого. Мороженое непростое, так. По виду идеально. Так, отлично. Ну, давайте так, я честно могу сказать, поскольку мы думаем, что основной дегустатор этого блюда будет Михаил, то мы не будем жалеть Михаила мороженого. Не будем. Вы вообще балуете Михаила? Я специально не зову Михаила сюда, не буду устраивать еще наставку. Потом Михаил выйдет и попробует. Балуем ли мы его мороженого или балуем ли мы его? У вас есть запретные продукты или есть какая-то при помощи еды? Знаете, вот ты вот мне давай-ка уроки сделай, а я тебе, как говорится, мороженое. Слова есть запретные, а продукты... Продуктов запретных не существует. Прекрасно. Тогда при помощи... Ну, я думаю, что... Бал. Да? Да. Хватит. Подкупаем. Хватит. Да, значит. Теперь что? Молочком забавлю. Ну, у нас сливки... Нет, это уже молоко. А, это уже молоко. Да, незаметно. Да. Значит, сколько? Оль, я... Вот сейчас остановимся, посмотрим, как оно осядет в работе, да? Осело добавили, осело добавили, потому что я не хочу через край тут... Осело, да? Осело добавили, осело добавили. Добавили. Так, у нас... Смотрите. Грамм. Так, друзья, теперь... Ну что же. Вот. И вот тут единственное разница... Не-не-не-не-не, я думаю, открутнуть как-то. Слышно. Так, вот смотрите. О-о-о-о. Целебно. Это целебно. Да, это целебно. Знаете, что я, в этом же время, даже вот так вот делаю? Да. Так, теперь, друзья, хочу попросить сделать вот так. Так, вот так. Смотрите. Да? Друзья, давайте мы попросим младшего представителя семьи Гуси, Михаила. Миша, можно попросить вас спуститься к нам? А Миш... Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Михаил, вы знаете, мы знаем, что вы принимали участие в спектакле, в выпускном спектакле школы-студии МХАТ вместе с вашей сестрой Ниной, насколько я понимаю. Вы знаете, по программе, которая связывает нашу программу и театр под руководством Олега Табакова, это называется «Коктейль каждому участнику спектакля школы-студии МХАТ». Прошу вас, Михаил. Ну как? Удалось? Хорошо. Берите коктейль, присаживайтесь обратно, Михаил. Спасибо огромное. А знаете, что, дорогие родители, а я вас тоже вот не буду... Я вот думаю, что уже всё. Да, выключаем тогда. Я хочу рассказать рецепт от вашей семьи карри. Вы меня поправляйте, если я не ошибаюсь. Нарезаем куриное филе кусочками. Соль, перец, лимон. Сверху чуть-чуть такой лёгкий маринад. На сковородочку обжариваем. Туда же лук, порезанный полукольцами, до золотистой корочки. После этого туда же помидор один большой порезанный и болгарский перец. Всё это тоже тушится. Да. И добавляем туда в результате бэби-кукурузу. Вот бэби-корн, маленький почечок кукуруза, порезанный заботливой рукой мужа. Туда же добавляем. Всё это в течение минут 20-25 прибывает в собственном соку. И вот тут дальше пути расходятся. Кто-то хочет кокосовое молоко, кто-то рисовое молоко, кто-то просто молоко, кто-то с водой, сливки, как делали мы, потому что у нас была такая идея. В карри добавляем порошочек, можно добавить перец чили, можно добавить всё, имбирь, всё что угодно. Мы это добавляли для тех, кто не очень любит острое, но любит вкусное. Правда? Для меня сам запах карри уже классный. Значит, моё мнение, что это, во-первых, не остренько. Не остренько. Это чуть-чуть остренько. Во-вторых, что... Сольки надо? Ну, не знаю, мне вот не хочется. Тебе? Сейчас мы узнаем. А? Не надо? Не надо. Не надо. Мы тут иногда пьём, вы знаете. Но вам... Не да. Я хочу предложить тоже, что я предложил... Будущему актёру. А может быть и художественному руководителю. Да простит меня, Олег Павлович Табаков. Потому что, когда Михаил войдёт в возраст, в котором можно управлять Московским художественным театром, Олегу Павловичу будет уже 147 лет и уже, может быть, просто решит уйти в какой-нибудь другой театр. На Таганке. Ну что же, дорогая семья Гуси, Ольга, Виктор, Юля, Нина, Михаил, все ваши родственники, мы благодарим вас за то, что вы к нам пришли. Мы желаем оставаться вам вот такой вот семьёй, которая для нас для всех является примером. Вы являетесь примером красивой, большой, дружной, всесторонне оснащённой, развитой российской семьи. Будьте счастливы и спасибо огромное, что вы к нам пришли, друзья. Спасибо. Давайте поаплодируем. Убеждён, что не просто Михаилу через соломинку там пришлось. У него две. Ну что же, друзья, от нашего спонсора вам подарок. Вещь, которая позволит вашей семье экономить время на заваривании чара. Потому что это первый электрочайник Бор, который сам заваривает чай. Друзья, сегодня в шмаке семья Гусевых. Ольга и Виктор, давайте поаплодируем. Я на секунду, я вот буквально на секунду отойду, вернусь, и мы будем продолжать пировать. А у нас, друзья, пауза. А что поделаешь? Пауза. Мы вернёмся к вам в нашем следующем литературно-кулинарном ремонахе. И вы узнаете, что кролик, в переводе с болгарского, означает «даже не знаю, как назвать твой стиль плавания». АПЛОДИСМЕНТЫ